Кальций – это макроэлемент, участвующий в формировании костной ткани в процессе свертывания крови, необходимом для поддержания стабильной сердечной деятельности, процессов передачи нервных импульсов. Улучшает сокращение мышц при мышечной дистрофии, миостынии, уменьшает проницаемость сосудов. При внутривенном введении кальций вызывает возбуждение симпатической нервной системы и усиление выведения над почечниками адреналина, оказывает умеренное диуретическое действие. Показания. Препарат применяется для лечения следующих заболеваний. Гипокальциемия различного генеза, гипопаратериоз, паренхематозный гепатит, токсические поражения печени, нефрит, эклампсия, гиперкалиемическая форма пароксизмальной миоплегии, воспалительные и эксудативные процессы, кожные заболевания. Применяется как дополнительное средство при лечении аллергических заболеваний и лекарственной аллергии. Применяется как дополнительное гомеостатическое средство при легочных, желудочно-кишечных, носовых, маточных кровотечениях, как антидот при отравлениях солями магния, щавельной кислотой и ее растворимыми солями. Дозировка. Для приема внутрь разовая доза от 1 до 3 грамм. Кратность приема 2-3 раза в день. При внутривенном или внутримышечном введении раствора кальция глюканата разовая доза должна составлять от 2,25 до 4,5 мм кальция. Раствор кальция хлорида вводят внутривенно струйно, медленно, в разовой дозе 500 мг. Внутривенно капельно, в разовой дозе от половины до 1 грамма. Противопоказания. Гиперкальциемия. Тяжелая гиперкальциурия. Тяжелая почечная недостаточность. Склонность к тромбозам. Повышенная чувствительность к кальция глюканату. Особые условия. С осторожностью применяют у пациентов с небольшой гиперкальциурией, с незначительными нарушениями функции почек или мочекаменной болезни в анамнезе. В указанных случаях следует регулярно контролировать уровень экскреции кальция с мочой. Пациентам со склонностью к образованию конкрементов в моче рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости. Не рекомендуется вводить внутримышечное детям. Побочные действия. Возможно, тошнота, рвота, диарея, партикардия. При внутривенном введении некроз.